Всем привет, с вами модный блогер Станислав Андреевич, я сегодня не один, со мной сегодня Люма, маленькая Люма, но я ее пущу, чтобы она мне не мешала вам рассказывать о тех временах, когда я отбывал наказание, кто впервые на канале, я в свое время достаточно много отсидел, видел кучу разных зон, кучу пересылок, кучу тюрем, и я никогда не пропагандировал, но всегда рассказывал о каких-то временах, когда я находился в местах не столь отдаленных, и многим это интересно, потому что тема закрытая, и вот это биография лагерной жизни, в которой я прям подряд рассказываю о том, что со мной там происходило. Короче, второй срок, осужденка, погнали. Я рассказывал, да, вторым сроком мне дали 8 месяцев, и раньше, ну, в отличие от нынешнего времени, насколько я понимаю, когда в той камере, в которой ты сидишь в СИЗО, там же ты ждешь суда, там же ждешь там, когда придет наступать в законную силу, там же ждешь этапа, раньше, ну, тебя там переводили с посредственной хаты в осужденку, потом перевозили на пересылку, потом только везли на зону, и вот меня осудили, перевели в осужденку. Я вкратце уже об этом рассказал, и сейчас постараюсь так коротенечко, ну, какие-то главные аспекты жизни в осужденке и разницы между осужденкой и посредственной хатой рассказать. Ну, во-первых, в осужденках всегда все спокойней, гораздо, то есть меньше мурчат, да, меньше там, ну, условно, ну, не так, не в такие устойчивые коллективы сбиваются, потому что, ну, условно, там все сидят на чемоданах, когда угодно тебя могут заказать и увезти. И опять же, да, наживать себе врагов в осужденке не очень хорошо, потому что, ну, непонятно, ты с человеком поконфликтуешь, ну, условно, да, ты его там морально подавишь или так далее, а вы поедете на зону, приедете в какую-нибудь красную зону, короче, а он там оденет косяк, у него там появится власть, которая, ну, дана ему администрация, и он тебя будет гасить. Поэтому в осужденках всегда так по лайту. Вот, я там просидел несколько месяцев, это был общий режим, а я до этого, я сидел уже второй раз, я сидел в строгой хате, я рассказывал, как мы там с пацаном ходили, там, общались, что, типа, мы строгачи и так далее, хотя какой был строгач, я на строгом режиме еще не сидел, мне было 18 лет. Я там начал играть, вот то, что я наблатыкался, короче, ну, набрался вот этих вот правил игры в строгой хате, я там начал реализовывать. Там был близкий мой, ну, как близкий, пацански мы общались, он чуть постарше был, тоже нарк, кстати, живет недалеко вот от меня, жив, он умер, насколько я знаю, некий Влад Вэф, вот, и мы с ним, короче, играли, вот, и я помню, мы с ним играли в четыре листа, и, ну, в четыре листа это буркозелы, я, ну, так натренировал свою память, что я прям запоминал все карты, которые уходят, это, в принципе, несложно в этой игре, ну, я часто выигрывал, и он выигрывал, и он тоже запоминал, и мы туда-сюда гоняли. В итоге, в один прекрасный момент я, короче, проиграл, ну, опять же, да, учитывайте, что ни на какие бабки, ни на какие деньги мы тогда не играли, денег не было. Были в хатах прескуранты в камерах, в которых там все исчислялось в сигаретах Прима. Но, допустим, ну, Прима была основная валюта, ну, расплачивались не Примой, хотя и тоже могли всем остальным, трусы, носки, мыло, там, сигареты ЛМ, сигареты еще какие-то. Нельзя было играть еду, чай, сахар и так далее, то есть нельзя было рассчитываться едой. Если честно, я как-то не вдавался даже в подробности, почему. И вот в один прекрасный момент у меня была такая машинка, я выиграл, кстати, ее в этой же хате, машинка бритвенная, которую можно было переделать, ну, почему они имеют ценность, потому что, ну, так, в основном все бреваются с танками одноразовыми, потому что ее можно было переделать в тату машину. Немножко здесь поправил камеру, у меня была эта машинка, и, ну, она там какую-то стоимость имела, потому что я ее за сколько-то брал. И я, короче, проиграл этому пацану все, эту машинку, и, короче, мы с ним, ну, я не помню, там так, поймите, практически 25 лет прошло, я помню, что мы с ним сыграли на, ну, так уже, сам на сам. А еще, кстати, надо учитывать, что когда ты играешь, когда ты выигрываешь, 20% тебе нужно нести в общак по-любому. И когда вы играете, ведется вот эта тачковка, ну, список, да, кто выиграл, и вот эти вот 20% общака, они высчитываются по-разному. Иногда ведется некая, условно, пятая колонка, то есть вы играете, ну, допустим, вчетвером, да, пятая колонка ведется тут, ну, это вот как бы виртуальная колонка, куда вы списываете с каждого выигрыша, который вам сейчас пришел, 20%. Ну, чаще играют обычно 20% с долга, долг таван, ну, на фене, то есть тебе отдали, например, там, плюс 100 рублей, 20 ты должен отдать. И мы с ним, короче, я бы все проиграл, и мы с ним, ну, таки вдвоем, раз на раз, просто свой личный интерес разыграли историю, типа, а он освобождался пораньше меня на месяц, то есть я освобождался в конце мая, а он в апреле. И мы разыграли, что кто первый освободится, ну, и кто проиграет, тот другому по ляму, телок, короче, вот это все накроет, и я проиграл. Забегая вперед, ну, я не рассказываю здесь, что с нами происходило на воле, я буду это рассказывать в группе Телеграме, куда вы, кстати, по ссылке можете подписаться. Я, короче, ну, не смог физически ему отдать, если ты не можешь физически человеку отдать, то, как бы, ну, твой, ну, как бы, долг, он не, ну, условно, да, ты, как бы, не двигаешь. Ну, в любом случае, это была шуточная какая-то игра, это не какой-то, там, серьезный долг, я его не мог найти, не смог найти, в итоге его посадили, меня через 10 дней снова посадили, после того, как я освободился, и все. В следующий раз о нем я услышал, когда мне сказали, он уже умер, короче, поэтому так и не накрыл я ему поляну, хотя он меня ждал не для того, чтобы поляну, да, я ему накрыл, а просто вместе потусить. Он раньше освободился. Вот, в общем, вот так время проводили, я помню, у нас одно время, вот я рассказывал, что такой некий Бэтыч у нас смотрел за хатой, когда этот обиженный зашел, еще не представился, всем руки пожал ему. И у нас еще смотрел за хатой чеченец Руслан Молодой, у него жена была адвокат, и я помню, что он ходил с женой на свиданку, ну, не на свиданку, ходил с женой, она как адвокат к нему приходила, у него была, ну, вот эта лицензия адвоката, и он там у нее привозил деньги, какую-то наркоту притаскивал хату, ну, тогда все было очень просто, там не было ни камер, ничего, там на свиданках между стеклами вот такие щели были, там тянуть можно было что угодно. И помню такой случай, я рассказывал, да, у нас сидел дырявый, обиженный, Света, и ей нужно было освобождаться. Вот. И, короче, она с моим другом, ну, а я постоянно, я рассказывал, да, я ставил брагу и прятал, короче, под шконку к обиженному в угол, туда этот тазик, даже менты редко у них шмонали, вот, и, ну, я когда туда приходил, там, эту брагу, ну, снимал этот пакет, там, мешал, смотрел, там, настоялось, не настоялось, ну, и так с ним что-то, он там сидит, что-то с ним болтал, там, ему приносил сигареты и так далее, ну, обычный молодой парень, я сам был мелкий еще. Я играл, знаете, в такой, я на строгом режиме-то когда сидел, ну, в строгой хате, там, ну, отношение к обиженным вообще другое. Если на общем режиме их, там, гоняют, шугают, то на строгом, как бы, с ними, ну, типа, приносит чек пользу, вот, как, помните, Саня Крытник, да, ну, говорил, вред не приносит, и то хорошо, зачем плодить гадов, зачем, там, унижать, там, этих обиженных. Так есть он обиженный, он там убирает, там, не знаю, моет полы, там, не знаю, сосет у кого-то, а ты его начнешь гасить, он там убежит в обиженку, например, и станет стучать, к примеру, приедет в зону и станет стучать, ну, уже будет вредить людям, вот. И, короче, это Света такая, говорит, а ей, ну, я помню, день там освобождаться, стала просить, короче, денег, говорит, типа, можете, у меня близкий был Дэн, он тоже там с ней что-то, он ее ходил, там, порол, и это, говорит, мне бы это самое, денег, типа, надо на это, мне, на, а он где-то в Подмосковье жил, мне нужно до дома добираться, я не знаю как, и я такой думаю, ну, ладно, типа, пойду, короче, к этому чеченцу, к смотрящему, к Руслану, попрошу у него денег, а у него был близкий, то ли Джамбула его звали, грузин, и вот они вдвоем стоят, я такой подхожу, говорю, Руслан, слушай, это самое, говорю, завтра вот обиженный освобождается, говорю, ну, тут моет полы, там, короче, ну, там, дальняк, ну, пользу приносит, у него, говорит, денег нету вообще, он, говорит, просит это, ну, говорит, хотя бы 100 рублей, ну, дать ему, ему там с Подмосковья, ему добираться, я говорю, у меня нету, как бы, ну, он такой, он такой раз в карман, он там в спортивном костюме, это Руслан, он раз такой в карманы, достает, короче, говорит, вот у меня только 50, больше нету, и такой этому, на, а этот Джамбул, грузин, как давай орать, такой, ну, Руслану, Руслан, ты че, зачем ты бабки даешь, поворачивается этому обиженному, сышь, ты че, чертилок пошел нахуй, ты че, охуел, бля, какие денег, короче, оборал его, вот так и остался он без денег, ну, я думаю, ему там выдали какие-то там 20-30 рублей на билет, ну, наверное, такая вот прихоть была, хотела, типа, и рыбку съесть, и нахуй съесть, вот, че, ну, так, в принципе, там ничего такого не происходило в этой сужденке, все сидели, ждали, причем, я думал, я освободился этот Влад, а, нет, он позже меня, позже освободился, чем я уехал, я думал, меня не повезут на зону, но, представляете, там был, в феврале, по-моему, меня осудили, март, то есть, мне освобождаться в мае, мне остается два месяца, остается мне два месяца, и, ну, как бы, естественно, я, ну, блин, типа, ну, куда меня везти, ну, куда, я сто пудово отсюда освобожусь, начинается весна, да, вот это все за окном, я, как бы, ну, в предвкушении, и здесь, короче, меня заказывают, заказывают на Пресню, раньше Пресня была, ну, в Советском Союзе такая всесоюзная пересылка, то есть, я говорю, раньше там такой был маршрут, последственная хата, осужденка, везли на Пресню, а с Пресней уже распределяли на зоны, а я, когда вот это был 99-й, 2000-й год, она была всероссийской пересылкой, и меня заказывают на Пресню, и я, короче, ну, недоумеваю, я-то думал, с бутырки освобожусь, ну, ладно, думаю, хрен с ним, освобожусь с Пресни, Пресня тоже в Москве, ну, в центре, да, и, я думаю, хорошо, ну, единственный, конечно, облом, потому что тут я уже там, ну, типа там, ну, с ребятами, все, присиделся, прижился, сейчас куда-то ехать на соседнюю тюрьму, там, ну, новый контингент и так далее, вот, но, с другой стороны, думаю, ладно, два месяца там посижу, вот такие вот дела, в общем, ничего такого примечательного в этой сужденке не было, все как-то просто, просто, ну, досиживали, ну, кто-то ждал этап, кто-то уже досиживал срок, как я, вот, такие вот дела, ну, на сегодня, наверное, все, в следующий ролике я расскажу про Пресню, чем она отличается от остальных московских тюрем, ну, СИЗО, как я там сидел, что произошло дальше, вот, еще раз напоминаю, живите трезво, живите честно, подписывайтесь на группу, канал Телеграм, поддержать меня вы можете по ссылке в описании, я вот недавно, буквально недель назад прилетел, сейчас будут активно ролики, там, в общем, я с вами, ролики про Бали у меня практически закончились, биография, антинаркотическая тематика, школа пикапа и все, что с этим связано, все, ребят, я желаю вам всего самого хорошего, здоровья, счастья в личной жизни, бабла, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok